всем салам алейкум приветствую всех люблю ли я тренировать людей если мы говорим про то что вот прям получаю ли я удовольствие от ежедневных тренировок в плане когда я тренирую не всегда дал естественно у нас бывают хорошие дни бывают плохие дни мне нравится делиться знаниями сто процентов но когда мы все прекрасно понимаем что когда вы ведете допустим группу вас приходит допустим 20 человек вот из 20 человек если там 35 человек прям готовы впитывать знания прям впитывать это очень круто многие люди приходят рынке ну конечно здесь получается ты отдаешь 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 замену как бы в обратку ничего не получаешь и это тяжело вот то есть делиться знаниями мне нравится мне нравится когда я могу что-то дать человеку да то есть получается я вижу что он жаждет от меня каких-то знаний информации я ему могу их дать я готов я даю с удовольствием я в этот момент получаю истинное наслаждение но когда человек например я понимаю что он вот так а я что-то ему рассказываю как в стену ну конечно это обескураживать скажем так но опять же тренерская деятельность это дополнительная практика это скажем так когда я что-то показываю да допустим тебе показываю что кому показываю в любом случае я анализирую что я показываю да даже если я в этом как бы уверен да есть какой-то микроанализ каждый раз и так я лучше понимаю какие-то позиции когда вы ведете тренерскую деятельность вы по другому смотрите уже на технике это дополнительный процесс изучения обучения но опять же ни для кого не секрет джиу-джитсу по крайней мере у нас в россии да у нас нету каких-то денег 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 да просто за то что ты выступаешь да у нас как бы нету контрактов да у кого-то может быть есть какие-то контракты с каким-то отдельными организациями на на схватку надо две-три схватки выходит турнир но в целом призовые весьма скромные и как бы жить просто как спортсмен не ведя никаких персональных тренировок и тренерской деятельности сложно то есть это в том числе и способ выживания заработка то есть как бы очень простая история а вот стас как трения дома готовится там план тренировок на месяц там для учеников расписываю что-то или как у тебя больше проходит это все приезжаешь на тренировку так ребят чё хотим хавгард хавгард спайдер спайдер поехали чем чё помню чё знаю или все-таки как-то готовишься строишь ну я думаю когда у нас будут полноценные автопилоты уже автомобиля я буду готовиться прямо во время движения а сейчас я делаю это в пробках но на самом деле это зависит от того что что за тренировка будет если это общая группа я ну плюс-минус знаю что у меня за контингент я не мыслил месяцем я стараюсь делать как вот у меня в неделю там группа до 3 тренировки я беру какую-то позицию показываю две-три опции и мы их делаем там допустим вторник четверг и субботу вот эти две-три опции прорабатываем следующая неделя я могу показать либо допустим это же позиция сверху либо какая-то смежная позиция вот и либо это может быть допустим одну неделю я показываю работу снизу да там открытый гард да там перехода там не знаю свипа садмишина вот другой как я уже сказал допустим проходы гордо или выхода за спину из похожей позиции смежной вот и как бы я прихожу на тренировку да я же не знаю кто точно будет каждый раз если у меня вдруг контингент поменялся значительно то есть я допустим у меня бывает такое второе четверг одни люди в субботу приходит много новичков я беру другую технику потому что татьяна которая показывала она объективно сложно я не фанат показывать людям сложную технику чтобы они мучились ну то есть я лучше покажу новичку простую технику поставь мне как тренеру важно чтобы человек она получалась что если вам показал сложную технику и она у нее не получается или ему нужен будет месяц чтобы они хоть как-то получался то что вообще не понимать что происходит на мой взгляд это но немножко бесполезность это просто рано я дам сейчас то да что он может сейчас взять да это как вот у меня есть мой друг товарищ костя он говорит что вот ну все надо мной шутят что я показываю сайт смешине слайд во-первых это не смешно то что я показываю сайт смешины слайда как кости говорит а типа учитель дал нам палку да как черпашках ниндзя до типа почему мы не можем убедить злодеев да потому что учитель дал на палку нас проблемы с оружием но и здесь как бы такая же история что если вы человеку неподготовленному да там человек пришел у меня первое занятие что ему показать берембола ну ему не хватает ни координации непонимания если я вам покажу закрытого города не знаю где например ножницы да свит вот все-таки наверное это проще исполнить чем берембола да объективно и он будет понимать да вот я был закрытом горде я держу позицию я все контролирую я взял захват я перевернул я сверху в маунте ну какой-то какой-то кусочек мы ему можем так вот положить голову и потихоньку будет настройка стас варшавский делать берембола вообще этот вопрос в прошлый раз задал воблем когда мы были у колеса на тренировке это было достаточно смешно коля показывал берембола вова смотрят на меня сможет сейчас баховгард да я думаю я так подумал мы не сделал потому что нигде я где волосами понимаете я могу сделать берембола ночи ситуативно то есть если ситуация предоставить я сделаю но это конечно ним не моя игра целом надеюсь кто-нибудь по фиксам отживу стас недавно прошел гранд с вами в турции ты там выступал там он правильно может быть можно перебивать как выступление как организация нарезается да я стираю черный пояс да собственно ну как вы видите по моим знаниям по муджу-джитсу понятно да что это не просто не просто миф да это все потому что ты выкинул свой первый пояс я выкинул пару поясов и обнулился несколько раз